будем строить график по горизонтальной оси которого будет откладываться дата со временем а по вертикальной оси мы хотим откладывать общее число участников которые получились в таблице пока такого нет поэтому мы создаем колонку новую и начинаем номеровать Елена Воронина первый номер потом сделаем динамическую вставку запишем следующее значение в виде формулы щелкаем по клавишу нажимаем знак равно мы начинаем вводить формулу здесь в этой строке можно прямо здесь в этом в этой ячейке будет вкладываться значение которое получится в ленте сложения числа хранящегося в первой ячейке g2 плюс 1 плюс 1 и тут надо нажать Enter теперь эту формулу g2 плюс 1 мы скопируем щелкаем по ячейке правая кнопка копировать и вставим следующую ячейку Ctrl V она ее вставляет с учетом того что у нас поменялась ячейка была g2 стала g3 и вставляем во все остальные ячейки 230 значений одно запасное убираю сейчас будет понятно зачем Ctrl V вставляю 229 лишнее значение для того чтобы на графике у нас отложилось первое число давайте даже еще одно вставим Ctrl V это я формулу вставляю 230 получилось теперь у нас есть две колонки одна ось x а вторая ось y которую мы завели для того чтобы вставить таблицу в которой по оси y будет отложена временная отметка нажимаем на название этой колонки А и на значок вставить диаграмму добавляем выбираем область с вид диаграммы и добавляем данные укажите диапазоны один диапазон у нас есть второй диапазон добавляем нажимаем на заголовок этого столбца g редактирование заголовков производится настройки название диаграммы число участников и название осей сначала горизонтальный здесь у нас будет фигурировать дата причем наклон меток мы сделаем чтобы у нас пропала отметка времени которая нам на графике совершенно не нужна значение начала месяца 1 сентября 1 октября автоматически выбирается а зачем выбираем переход на левую вертикальную ось и здесь вводим название левую вертикальную ось это будет число участников где-то по нам еще вот эту флегу убрать вот она легенда мы будем ни справа ни слева нет и окей ставить для того чтобы управлять этой диаграммой щелкаем по ней и здесь у нас есть редактирование опубликовать диаграмму копировать диаграмму копировать для вставки в текстовые документы и презентацию опубликовать диаграмму это вставка вот этого длинного html кода сайт блок и так далее и и